Всем привет! Продолжаем играть в Fallout и я продолжаю зачитывать полезную информацию из очень полезной книги Совершенный код Стилла МакКоннелла Сегодня продолжим Продолжим Как и всегда мы продолжаем Ну сегодня у нас продолжается глава 12 Основные типы данных И В прошлый раз мы закончили на Boolean На логических типах Ну и сейчас продолжим с перечислимых типов И что у нас тут идет дальше Дальше именованные константы Ну и что там такое Ну и для начала надо загрузиться Так, ага, я вижу Где я Я приехал в Нью-Рино Приехал Я тут Нигде особо не бегал Только в пару магазинчиков Забежал И все Сейчас я вернусь обратно Посмотрю на месте Или моя машина Вдруг ее все-таки угонят Так, я тут поставил Даже если не угонят Мы сейчас отсюда Я пробегусь О! Круто Угнали машину Это хорошо Это дополнительный квест Итак Блин, а у меня там полный багажник А я когда приезжал Вот этот штрих такой стоял Ух ты Ты как Машина А ты Меня зовут Хулио Да Зачем же ты угнал Мою машину Так Твою машину Я ее Не видел Врет Не, брат Я не видел О, тяжелое вооружение Так, ладно Пока То да сё Продолжим Итак, перечислимые типы Перечислимый мин Называется тип данных Который Позволяет Описать на естественном языке Каждый Элемент Класса Или объекта Перечислимые типы Реализованы В C++ В C Sharp Ну и других языках И обычно используется Когда вы знаете Все возможные Значения перемены И хотите Выразить их словами Ну я думаю Вы знаете Что такое Перечислимые типы Перечислимые типы Мощная альтернатива Устаревшим схемам В которых вы подробно Рассказываете Один Это красный Два Зеленый Три Голубой В связи с этим Можно предположить Следующие принципы Применения таких типов Используйте Используйте Перечислимые типы Для Перечислимые типы Для читабельности Вместо выражения Вместо выражений Вроде If Choosing Color Равно Один Вы можете Написать Более читабельную Фразу Например If Choosing Color Равно Color Red Так Это я Нашел Каждый раз Когда вы видите Числовую константу Подумайте Не заменить ли Ее Перечислимым типом Перечислимые типы Особенно Полезны Для Определения Параметров Методов Так Я Попал Куда-то Куда-то В интересное Место Мастерская Угонщика Ух ты А вот и Машина моя Тирея Находится Сколько тут Шмоток Так Что за это Эм И что ты Двигатель Поживее Сделать Салон Тандар Та-та-та-та Подороже Тысяча Тысяча Блин Тысячу отдал Надо было меньше Предложить Так Что-нибудь Из этого Интересует Конечно Вот Пятьсот Монет Так И что он там Модернизировал О Батарейки Презерватив Тысячу пятьсот Так Получается Он модернизировал Машину Мне Красавчик Теперь Я сейчас Вытяну Вот это Все Заберу И Продам Ему А в обмен На это Батареек Так Почем он Ружья Принимает Нормально Ого Шесть тысяч Да ладно А сколько Одна стоит Две Двести Пятьдесят Ладно Знаешь Сто пятьдесят Еще Докинь Хорошо Хорошо Тогда Надо Надо С ним Еще Поторговать Так Ладно Пока Я с ним Побегаю Поторгую Пойдем Дальше Используйте Перечислимые Типы Для Надежности В некоторых Языках Перечислимые Типы Заставляют Компилятор Выполнять Более Тщательную Проверку Типов Чем При Работе С Целыми Значениями И Константами При Использовании Именованных Констант Компилятору Неоткуда Узнать Что Единственное Возможное Значение Переменной Это Color Red Color Green И Color Blue Компилятор Не будет Возражать Встретив Выражение Вроде Color Компилятор Равно Компилятор 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 Если вы Используете Перечислимые Типы То При Объявлении Переменной Типа Color Компилятор Позволит Присвоить Ей Только Значения Color Red Color Green Или Color Blue Используйте Перечислимые Типы Для Модифицируемости Перечислимые Типы Позволяют Вам Легко Модифицировать Код Обнаружил Пробел В своей Схеме 1 Это Красный 2 Зеленый 3 Голубой Придется Пройтись По Коду И Изменить Все Вхождения 1 2 3 И так Далее А Используя Перечислимые Типы Вы Всегда Сможете Продолжить Добавление Элементов В список Просто Поместив Их В Определении Типа И Перекомпилировав Программу Так 5000 4 4 5 6 Да Вот так Вот Тогда Еще 1000 Заберем Отсюда Вот Так Вот Используя Используйте Перечислимые Типы Как Альтернативу Логическим Переменным Очень Часто Логической Переменной Недостаточно Для Представления Для Представления Необходимых Значений Представьте Что у вас есть Метод Возвращающий True Если он Успешно Выполнил Свою Задачу И False В противном Случае Позднее Вы можете Обнаружить Что на самом деле У вас Есть два Варианта False Первый Означает Что задание Не выполнено Но это Повлияло Только на Сам Метод Второй Что не Выполнение Задания Привело К фатальной Ошибке Которую Надо Передать В Остальную Часть Программы В этом Случае Перечислилим Тип Со Значениями Статус Сексес Статус Ворнинг И статус Фатал Эрор Подходит Больше Чем Логический Тип Со Значениями True Или False Эту Схему Очень Легко Расширять Новыми Вариантами Успешного Или Неудачного Выполнения Проверяйте Некорректные Значения Когда Вы Используете Перечислимый Тип В условиях If Или Case Проверяйте Появление Недопустимых Значений В переключателе Кейз Для Перехвата Неправильных Значений Применяется Оператор Else Че 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 Я Прочитал А Это Пример Visual Basic Ну В языке C Плюс Плюс Там Дефолт Есть Все Что Не попало В кейзы Уходит В дефолт Ну А С дефолтом И соответственно Ну То Что Не попало Во все Перечисления Короче Я думаю Вы поняли Я думаю Вы поняли Че 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 Надо 3000 Есть У него 800 Нет У него 800 Косметичка Мне не Надо Патроны Разве Что Сколько 244 244 О Так Так А как Сделать Так Чтобы Он Мне Еще Раз Модернизировал Машину Я так Понимал Он Что То Так Сделал Но Но Не подходи Туда Да Ты Че Ладно Не Буду Мастерская Да Говорите Блин Тут Хотелось Бы Полазить Так А ну Ка Сейчас 5 сек Так Ладно 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 Сейчас Сядем Машину Поедем Не Понял А Мастерская Осталась Хух Так 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 Вот Сюда Да Сейчас Я тут Побегаю Надо Найти Где-то Патрончики Зарядить Маркуса Сгонять Освободить Рабову И все Так Ну Продолжим Да Там По теме Че у нас Дальше Идет По теме Так Настройте Первый и последний элемент Перечислимого типа Для использования В качестве Гранит циклов Определение Первого и последнего Элемента В перечислении В виде Color First Color Last И Country First Country Last Позволяет писать циклы Проходящие по всем элементам типа Вы настраиваете свой перечислимый тип Используя явные значения Зарезервируйте первый элемент Перечислимого типа Как недопустимый При объявлении перечислимого типа Зарезервируйте его первый элемент В качестве Недопустимого значения Большинство компиляторов Присваивает первому элементу Перечисление Значения 0 Объявление Некорректным Элемента Приравненного 0 Может выявить Неправильно Проинициализированные перемены Так как они Вероятнее всего Будут равны 0 Чем любому другому Неправильному значению Точно укажите В стандартах кодирования Для проекта Как должны использоваться Первый И последний элементы И неукоснительно Придерживайтесь этого Использование В перечислениях элементов Invalid First First и Last Может сделать Объявление массивов И операторы циклов Более читабельными Но есть вероятность Неразберихи В таких вопросах С чего начинаются Значимые элементы Перечисления С 0 Или 1 И является ли допустимыми Первый И последний элемент Если используется Эта технология Стандарты кодирования Для проекта В целях Уменьшения Количества ошибок Должны требовать Применения элементов Invalid First First И Last Для всех Без исключения Перечислений Помните о подводных Камнях В присваивании Явных значений Элементам Перечисления Так И что же за подводные Камни Ну тут Такой пример Пример явного Присваивания Значений Элементам Перечисления С++ И что Что за подводный Камень Тут есть Enum Colored Короче Invalid First Равен 0 First 1 Red 1 Green 2 Blue 4 Black 8 Last 8 По моему Уже последние Кампиляторы На это просто Ругнутся И скажут Нельзя так делать Ну типа Два одинаковых Значения Ну точнее Ну не то что Два одинаковых Бат Че я делаю А Типа Два перечисления С одним И тем же И тем же Значения Так Если в Вашем языке Нет перечислимых Типов Их можно Имитировать Используя Глобальные Переменные Или классы Или классы Так С перечислениями Все Теперь Теперь у нас По поводу Именованных Констант Темка Именованные Константы Аналогичны Ого Вот так Давайте Именованные Константы Аналогичны Переменным За исключением Того Что вы Не можете Изменить Значение Константы После ее Инициализации Именованные Константы Позволяют Ссылаться На постоянные Величины Например Максимальное Количество Работников Используемое Имя А не число Максимум Эмплои А не Тысяча Че Я походу Как-то неправильно Прочитал Секундочку Именованные Константы Позволяют Ссылаться На постоянные Величины Например Максимальное Количество Работников Используемое Имя А не число А, да, вот, используя имя, а не число То есть, используя имя, максимум, employees, а не число 1000 Потому что число 1000 вам ни о чем не скажет А вот, а вот А вот не имя, вот эта именованная константа вам много о чем скажет Применение именованных констант это способ параметризации программы То есть, размещение некоторой характеристики, которая может измениться в параметре В результате вам потребуется изменить ее только в одном месте, а не по всей программе Если вы когда-нибудь объявляли массив такой длины, какой по-вашему должно хватить для любых ситуаций А потом выяснялось, что массив слишком мал Вы оцените значение именованных констант Когда размер массива изменяется, вы меняете только определенные константы, используя для объявления массива Такое централизованное управление имеет большое значение Для того, чтобы сделать работу с программным обеспечением действительно приятной И упростить его поддержку и модификацию Так, надо все остальное да выгребать Ого Ого Кстати, ключей здесь не так уж и мало Это я, по-моему, уже третий ключ встречаю Ну, гаечный Это ж нам он нужен был для... Так, а что я тут хотел положить? А, ключ, наверное, положу И вот это А это я кому-то продам Да, нажмем F5 И пойдем дальше Используйте именованные константы в объявлениях данных Именованные константы повышают читабельность и удобство сопровождения объявлений данных и выражений Которым необходимо знать размеры обрабатываемых данных Так, а что это все? Это, 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 это тут, наверное, я никого не найду, но надо пробежаться Избегайте литеральных значений Даже безопасных Ну, литеральные значения, это мы уже говорили Это, типа, вот эти магические числа Которые, которые ни о чем нам не говорят Имитируйте именованные константы с помощью переменных или классов Правильной области видимости Если ваш язык не поддерживает именованные константы, то их можно создать Подход Подход, подход Ну, в Java там имитируется перечисление Перечисление с помощью именованных констант То есть, как бы, перечисления там, вроде как, не было Да? То там имитировались они с помощью просто создания именованных констант Так и здесь, если именованных констант Если ваш язык не поддерживает именованные константы, то их можно там имитировать и создать Как создать, это все зависит от конкретного языка Последовательно используйте именованные константы Опасно использовать для представления одной сущности именованные константы в одном месте и литералы в другом Некоторые приемы программирования напрашиваются на ошибки А это просто доставляет вам ошибки на дом Если значение именованной константы нужно изменить Вы делаете это и подумаете, что выполнили все необходимые изменения Вы не обратите внимание на жестко закодированные литералы И ваша программа будет демонстрировать таинственные дефекты Их устранение может потребовать так много усилий, что захочется схватить телефонную трубку И молить о помощи Так, и следующий у нас Это мы закончили с именованными константами И дальше у нас идут массивы О, гау-гау Ты в порядке Гау-гау Короче, тут что-то говорить особо и не с кем Но на всякий папа Да, тут все какие-то отмороженные Наркоманы Я пересплю с тобой за винт Или немного Монет Так, ладно, это кто Так, я еще вообще-то И что, тут можно зайти? Можно Значит, полазим А что я не могу попасть сюда? А ну-ка, отойди Не хочет отходить А что я не могу попасть? Она типа закрыла, да? Они типа все стали и позакрывали Ладно Ладно, массивы Массивы простейшие и наиболее часто используемые типы Структурированных данных В некоторых языках это единственный вид структурированных данных Массивы состоят из группы элементов Одинакового типа Доступ к которым осуществляется напрямую через индекс Куда он побежал? Убедитесь, что все значения индексов массива не выходят за его границы Все проблемы с массивами Так или иначе связаны с тем Что доступ к их элементам Может осуществляться произвольно Наиболее часто возникающая проблема Объясняется попыткой доступа к элементу по индексу Выходящему за пределы массива В некоторых языках при этом генерируется ошибка А в других получаются причудливые и неожиданные результаты Так, а я туда могу или не могу попасть? Я так и не понял Вот сюда Наверное нет Вот это открыть можно? Походу нельзя Обдумайте применение контейнеров вместо массивов Или рассматривайте массивы как последовательные структуры Некоторые именитые в компьютерной науке люди Предлагали запретить произвольный доступ к массиву Заменив его последовательным Аргументируют они это тем Что произвольный доступ к массиву Похож на случайные операторы GoTo Их применение приводит к неаккуратному Подверженному ошибкам коду В корректности которого сложно быть уверенным Поэтому вместо массивов Предлагается использовать множество стеки и очереди Доступ к элементам которых выполняется последовательно Проведя небольшой эксперимент Нилс и Линджер Выяснили что разработанный таким образом проект Потребовал использования меньшего числа переменных И меньшего числа ссылок на эти переменные То есть этот проект был относительно эффективнее Что привело к созданию более надежного программного обеспечения Рассмотрите вопрос использования контейнерных классов С последовательным доступом Наборов, стеков, очереди и так далее и тому подобное Как альтернативу прежде чем выбрать массив Так, 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 так Кто они? Откуда берется винт? Проверяйте конечные точки массива Как бывает полезно продумать применение конечных точек В операторе цикла Так и вы сможете обнаружить немало ошибок Проверив крайние элементы массива Задайтесь вопросом Правильно ли выполняется доступ к первому элементу массива? Или случайно используется элемент перед ним Либо после него А что с последним элементом? Нет ли в коде ошибки потери единицы? И наконец спросите себя Правильно ли код обращается к элементам в середине массива? В многомерном массиве убедитесь Что его индексы используются в правильном порядке Очень легко написать array Ну квадратные скобки i и квадратные скобки j Имея ввиду array квадратные скобки j и квадратные скобки i Ну типа в разном порядке Ну да, это очень легко Так что не жалейте времени на проверки правильного порядка индексов Попробуйте использовать более значимые имена Чем i и j Когда их назначение не вполне очевидно Так, так, тут что тоже говорить не с кем Или как Остерегайтесь Пересечение индексов При использовании вложенных циклов Легко написать array и тут индекс j Имея ввиду array и индекс i Так, ничего понятно Перемена мест индексов Называется пересечением индексов Проверьте эту возможность Опять же, используйте более значимые имена индексов, чем i и j Чтобы ошибки пересечения изначально сложнее было совершить Так, с массивами все Так, и дальше Что у нас тут дальше? У нас тут дальше создание собственных типов Псевдонимы Блин, какие они все борзые тут Так, тут только один этаж? Походу, да Кто вы? Я ищу работу Ладно, пока-пока Ладно, валим отсюда Потому что все борзые Тут шаг вправо, шаг вплево Начнут шмалять Короче, тут я ничего не нашел Да, такого С этим еще Вали, вали Ну и пойду Так, создание собственных типов Типы данных, определяемые программистом Одна из наиболее мощных возможностей Позволяющих наиболее четко обозначить Ваше понимание программы Они защищают программу от непредвиденных изменений И упрощают ее прочтение И все это без необходимости проектировать Разрабатывать или тестировать новые классы Если вы программируете на C, C++ или других языках Поддерживающих такие типы Задействуйте это преимущество Чтобы оценить возможность создания типов Представьте, что вы пишете программу Для преобразования координат Из системы X, Y, Z В широту, долготу и высоту Вам кажется, что могут потребоваться числа С плавающей запятой Двойной точности Но пока вы абсолютно в этом не уверены Предпочитайте писать программу Используя числа с одинарной точностью Вы можете создать новый тип данных Специально для координат Применил оператор TypeDef в C или C++ Или его эквивалент в другом языке Ну, по примеру, языка C или C++ TypeDef, float, координат Типа мы создали новый тип Назвали его координат Ну, на самом деле, это он является float Это определение объявляет новый тип Координата Функционально идентичный типу float Чтобы задействовать этот тип Просто объявляйте с ним перемены Точно так же, как и с любым предопределением Типа float Далее, допустим, что программа изменилась И вы выяснили, что все-таки нужны переменные с двойной точностью Поскольку вы создали тип Специально для координатных данных Все, что вам нужно изменить Это определение типа И сделать вам это необходимо только в одном месте В выражении TypeDef И TypeDef у вас изменится на TypeDef Вместо float будет double Вот и все Так, так, что это за место Золотые шары порно-студия Круто Так, ладно, не надо Мантия О, кожаная куртка Веревка Так, так, что это Веревка, мантия Я так понимаю, они все голые Блин, и по шкафам шариться нельзя Так, ладно Мне надо какие-то магазинчики найти Вот это бесполезная Беганина Что-то пока ни к чему не привела Основные принципы создания собственных типов Имейте в виду следующие принципы Когда решите создавать новый тип Создавайте типы с именами Отражающие их функциональность Избегайте имен типов Которые ссылаются на данные Лежащие в основе этих типов Используйте имена Которые отражают Отражают те элементы реальной задачи Которые этот тип представляет Определение из предыдущих примеров Ну, я их не зачитывал, эти примеры Надо было и это не зачитывать Ну, ладно Так, понятно названные типы Там в примерах Были примеры в книге, да В которых были понятно названные типы И, соответственно, по коду было понятно Че, кому, где и как Ну, что, где используется И было все легко Легко читать Легко читать был код Было код Все, короче, было ясно Так вот Типы нужно создавать Ну, к примеру, для валюты Кода платежей И возрастал И давать им соответствующие названия Чтобы в коде можно было Легко разобраться со всем этим Будьте осторожны, создавая имена типов Ссылающиеся на предопределенный тип Такие имена, как BigInteger или LongString Описывают компьютерные данные А не конкретную задачу Большинство Большое преимущество создания собственных типов Данных состоит в том Что добавляется слой Изолирующий программу от языка разработки Имена типов, ссылающиеся на типы языка Лежащие в их основе Нарушают эту изоляцию Они не дают вам большого преимущества По сравнению с применением предопределенных типов Проблемно ориентированные имена С другой стороны Облегчают процесс внесения изменений И представляют самодокументируемые объявления типов Блин Может поздно уже? Не, 10 утра только Надо что-то сделать Ну, смотрите, они все злые какие-то Все просто Так Так Избегайте предопределенных типов Стойте, а тут я Не, я же был тут Да, вроде бы Блин, что-то тормозит так Не, тут я не был Подожди-ка Откуда я пришел? Я пришел отсюда Значит, мне надо Вот еще сейчас Я так вижу Это спортзал В спортзале побегать? Закрыто Так Как я говорил Избегайте предопределенных типов Если есть хоть малейшая возможность Что тип может измениться Избегайте применения предопределенных типов везде Кроме определения TypeDef или Type Легко создать новые функционально ориентированные типы Менять же данные в программе Использующие жестко закодированные типы Гораздо сложнее Более того Функционально ориентированные типы Часто документируют объявленные с ним переменные Объявление координат x Сообщит вам об x гораздо больше Чем объявление float x Используйте собственные типы везде Где только можно Не переопределяйте Переопределенные типы Изменение Определения стандартного типа Может вызвать путаницу Например Если в вашем языке Есть предопределенный тип интеджер Не создавайте свой тип С именем интеджер Читающие ваш код Могут забыть Что вы его переопределили И будут считать Что видят тот же интеджер Который привыкли видеть Определите подстановки Для переносимости В отличие от цвета Не изменяйте определение стандартных типов Вы можете создать Для этих типов Подстановки Так что на разных платформах Переменные Переменные будут представлены Одними и теми же сущностями Так вы можете определить Тип инт 32 Ух ты Подождите-ка Инт 32 И использовать его вместо инт Или тип long 64 вместо long Изначально единственной разницей Между двумя типами Будет применение заглавных букв Но при переходе на другую платформу Вы Сможете переопределить варианты С большими буквами Так чтобы они совпадали С типами для данных аппаратных средств Подвал Подвал Не создавайте типы Которые легко перепутать С предопределенными Существует возможность Определить инт Вместо инт 32 Но лучше сделать Явное различие Между типами Созданными вами И типами Предоставленными Языком программирования Так Вон какой-то боксер Кстати Так А что я туда не могу попасть Он что в клетке Или что Это наверное какой-то Злой боксер Ага Вот Какой-то сумасшедший Так Рассмотрите Вопрос Создания класса Вместо использования TypeDev Простые операторы TypeDev Позволяют Проделать большой путь В сторону Сокрытия Информации Об Исходном Типе переменной Однако Когда вам может Потребоваться Дополнительная гибкость И управляемость Которой Позволяет добиться Классы Которой Позволяет добиться Классы Соответственно Можно Можно Использовать TypeDev Блин Короче Я понял Сейчас надо Сбегать Выкрутить Все в машину И полазить По этим Ящичкам Ну 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 Глава наша Заканчивается И Вот здесь Как всегда В конце главы Есть контрольный Список вопросов Итак Контрольный список Основные данные И контрольный И контрольный Список По Числа В общем Не содержит ли Код Магические Числа Предупреждаются Ли в коде Ошибки Деления На ноль Очевидны Ли Преобразования Типов Если переменные Двух разных Типов Используются В одном Выражении Будет ли Оно Вычислено Так Как Вы Это Предполагаете Не происходит Ли Сравнения Переменных Разных Типов Компилируется Ли Программа Без Предупреждений Компилятора Так Дальше Список вопросов По целым Числам Работают ли Выражения Содержащие Целочисленное Деление Так Как Это Предполагалось Предупреждаются Ли В целочисленных Выражениях Проблемы Целочисленного Переполнения Дальше Список Вопросов По числам С Плавающей Запятой Сейчас Их Прочитаю Не Содержит ли Код Операции Сложения И Вычитание Слишком Разных По Величине Чисел Предупреждается Ли В коде Ошибки Округления Не Выполняется Сравнение На равенство Чисел С Плавающей Запятой Ну Не Выполняется Ли Сравнение На равенство Чисел С Плавающей Запятой Так Дальше Список Вопросов По Символам И Строкам Не Содержит Ли Код Магических Символов И Строк Свободны Ли Операции Со Строками От Ошибки Потери Единицы Различаются Ли В коде На Си Строковые Указатели И Массивы Символов Соблюдается Ли В коде На Си Соглашение Об Объявлении Строк С Длиной Констант Плюс Один Используется Ли В Си Массивы Символов Вместо Указателей Там Где Это Допустимо Инициализируется Ли В Си Строки С помощью Ну Во избежание Бесконечных Строк Используется Ли В коде На Си Стрн Копи Вместо Стр Копи Ну Это Стрн Копи Это Копирование Когда мы Четко Указываем Сколько Нужно Копировать Так Дальше Вопросы По Логическим Переменным Используется Ли Программе Дополнительные Логические Переменные Для Документирования Проверок Условия Используется Ли Программе Дополнительные Логические Перемены Для Упрощения Проверок Условия Так Дальше Вопросы По Перечислимым Типам Используется Ли Программе Перечислимые Типы Вместо Именованных Констант Ради Их Улучшенной Читабельности Надежности И Модифицируемости Используется Ли Перечислимые Типы Вместо Логических Переменных Если Все Значения Переменные Могут Быть Переданы С помощью True И False Проверяются Ли Некорректные Значения Перечислимых Типов В Условных Операторах Зарезервирован Ли Первый Элемент Перечислимого Типа Как Недопустимый Так Дальше Идет Вопросы По Перечислимым Константам Используется Ли Программе Именованные Константы Вместо Магических Чисел Для Объявления Данных И Границ Циклов Используется Ли Именованные Константы Последовательно Чтобы Одно Значение Не Представлялось В одном Месте Константой А в Другом Литералом Так Дальше Вопросы По Массивам Миссис Бишоп Находятся Ли Все Индексы Массива В Его Границах Свободны Ли Ссылки На Массив От Ошибок Потери Единицы Указаны Ли Все Индексы Многомерных Массивов В правильном Порядке В Правильном Ли Порядке Используются Переменные Индексы Во Вложенных Циклах Не Происходит Ли Пересечение Индексов И Последние Контрольные Вопросы По Созданию Типов Используются Ли Программе Отдельные Типы Для Каждого Вида Данных Который Может Измениться Ориентируются Ли Имена Типов На реальной Сущности Которые Эти типы Представляют А не На типы Языков Программирования Достаточно Ли Наглядные Имена Типов Чтобы Помочь Документированию Объявлений Данных Не Произошло Ли Переполнение Пред Определенных Типов Рассматривался Ли Вопрос Создания Нового Класса Вместо Простого Переопределения Типа Ну И Глава Завершается Ключевыми Моментами Сейчас я их зачитаю И на сегодня Все Ключевые Моменты Работа С определенными Типами Данных Требует Запоминания Множества Правил Для каждого Из них Используйте Список Контрольных Вопросов Из этой Главы Чтобы Убедиться Что вы Учли Основные Проблемы С ними Создание Собственных Типов Если Ваш Язык Это Позволяет Упрощает Модификацию Вашей Программы И Делает Ее Самодокументируемой То Создавайте Новые Типы Прежде Чем Создать Просто Тип С помощью Type Def Или Его Эквивалента Подумайте Не следует Ли Создать Вместо Него Новый Класс И На этом Все Глава 12 Закончилась Она Как бы Не очень Была Удобна В чтении Много Разных Примеров Надо было Отсеивать Короче Так Ладно Давайте Тут Потрындим Потрындим Так Дочь Какая Это Что Тут Еще Городе Убежище Короче Короче Так А ну Кажется Вы Не хочешь Ли Составить Мне Компанию Выпить Моих Покоек Ну Да Конечно Сейчас Потом Муж Придет Так Ну Давайте Сходим Блин Давайте Попробуем Так 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 Блин А что она мне рассказала Я так и не понял Я не читаю Я это не Юрина Вообще не люблю Если честно Я когда Раньше играл То Мне это не нравилось Потому что здесь Очень много Вот этих зданий Какие-то казино Какие-то Ты-то ходишь Блин Ходишь Туда Сюда Ого Вот это Я тут Подмутил Не Нормально В принципе Что Сходил С ней И Тут Накаля давал Кучу Кучу Всего Пистолет Даже Нашел Деньжата Какие-то Нормально Теперь Главное Отсюда Выйти Да так Чтобы Чтобы Никто Не заметил О Все Я типа Типа Я Просто Тут Хожу О Это Тут Столько Шмоток Вы Че Надо Надо Правильного Торговца Найти Который Это Все Скупил Не Могу Все Поднять Ладно Давай Хоть Этот День Заберем Там Жан Было 127 Так И Как Отсюда Выйти А Где тут Выход Чето я не врубаю Где выход А Вот выход Мне надо Мне надо Через Этих Чуваков Пройти Что тебе нужно Ой Ой Спасаться Бегством Блин Как-то неудобно Получилось Валим Туда Сюда Сюда Да Не очень Красиво Получилось Убили Нигде Последний раз Загружался А Вот здесь Получается Просто Просто так Прошмыгнуть Не получится Походу Надо будет Вступать В бой А Винтовки Блин А у меня С оружием Там Слабо А вот С оружием Там И не очень Патронов Не так уж И много Ну ладно Пробуем Тогда Просто Выйти Походу Здесь Без стрельбы Не выйдешь Хотя Если Включить Скрытность И попробовать А Они не Получается Да Блин О Нормально Так Первым Делом Надо Вылечиться Дальше Надо Чем-то Закинуться Попробую Вот этим Да Закинемся Бафаутом Дальше Отключим Скрытность Ну и Будем Стрелять Что ли Давайте Я вот сюда Еще Запрячусь Ого Так Ладно Тогда На сегодня Все Я сейчас Это Фоновом Режиме Повоюю С ними Как Получится А в Следующий Раз Продолжим Поэтому На сегодня Все Всем Спасибо За внимание Подписываемся Делимся Ставим лайки Комментируем И все Такое Всем Пока